Здравствуйте! Hi-Fi плеер Fio M3 Pro был представлен без особых анонсов и презентаций и может сложиться такое впечатление, что модель неинтересная. Но по факту, спустя время использования плеером, понимаешь, что некоторые аспекты в нем сделаны лучше, чем даже в Fio M11 Pro. Но обо всем по порядку. По своим размерам он мало чем отличается от своего предшественника M3K и, пожалуй, главное отличие это огромный сенсорный экран, который имеет размер 3,5 дюйма и разрешение 800 на 480 точек. При этом по своим характеристикам, таким как цветопередача, черный, белый цвет, все замечательно и сенсор также сделали хорошо. При этом физические клавиши также сохранили, есть клавиша включения, клавиша регулировки громкости и клавиша play-pause. При этом также сохранены разъемы USB Type-C для зарядки и разъем 3,5 мм для подключения наушников напрямую. Также присутствует слот для карты microSD. Сразу же о чем хочется поговорить, это о самой оболочке и о том, как сделали визуальную составляющую самого плеера. Да, естественно, первое, что сразу же бросается в глаза, это калькулятор и читалка, которые здесь вообще не нужны, потому что, объективно говоря, в большинстве случаев смартфон намного ближе, чем плеер, и что-то посчитать, либо же почитать, проще будет именно с телефона. И даже какой-нибудь смартфон 2007-2008 года для этих целей подходит лучше. Но все-таки, чем плеер действительно зацепил, это проработкой своей оболочки. Стоит понимать, что экран сам по себе маленький, по ширине его явно недостаточно, но тем не менее, нажимать на какие-либо клавиши, либо же выбирать трек, действительно удобно. Все проработали буквально до мелочей, и именно таких нюансов не хватает в более дорогих плеерах. Сразу же хочется перейти к звуку, и ничего интересного, в общем-то, здесь говорить нечего, потому что устройств, которые построены на ES-9218P, очень много, и в принципе, что ожидать от этого ЦАПа, тоже понятно. В общем-то, по своему характеру звучания, M3 Pro очень схож с M5, это дополнительные такие надбавочные низкие частоты, это очень аккуратно сглаженные высокие частоты, и в общем-то, нормальные середины. Как-то расписывать разрешение, детальность, сцену и все остальное, в общем-то, особого смысла не имеет, потому что все находится просто на нормальном уровне, и приблизительно так же, как в M5. И самый главный, обидный нюанс, момент в этом плеере, это отсутствие Bluetooth. Если бы здесь он присутствовал, то можно было бы говорить о том, что такое устройство можно приобрести в том случае, если вы хотите использовать его для спорта, куда-то выйти на пробежки без телефона, и просто взяв беспроводные наушники и компактный плеер, либо же куда-то в поездках, либо же для владельцев iPhone, которые не могут слушать наушники с высоким разрешением, так как не поддерживается абсолютное большинство кодеков, таких как APTX, APTX Low Latency, APTX HD, LDAC и все остальные. Но, к сожалению, здесь этого нет, и понять тоже можно, потому что все-таки это FIO M3, пусть и Pro, но есть модель M5, которая построена на таком же процессоре, звучит приблизительно так же, на таком же ЦАПе. Но при этом у нее должно быть какое-то свое преимущество, и этим преимуществом, естественно, стал Bluetooth, потому что если бы он был здесь, то это было бы просто уничтожением своей старшей модели, и, соответственно, этого делать не стали. И чем меня больше всего зацепило данный плеер, данное устройство, это то, насколько проработали именно саму оболочку. Ее сделали красивой, ее сделали без всяких там глюков, лагов, подтормаживаний и всего прочего, и действительно интуитивно понятной. То есть ты берешь плеер в руки, и ты уже понимаешь, что обозначают те или иные клавиши, и как найти ту или иную настройку. Это очень круто, и я категорически надеюсь, что в каком-нибудь Fio M13, либо же в других современных плеерах от Fio будут применять какие-то технологии, которые используются здесь. И что выглядит сама оболочка будет хотя бы на таком же уровне, но, естественно, хотелось бы еще лучше, всегда хочется лучше. Поэтому делать выводы по плееру, все необходимое было сказано. Если вас заинтересовал данный плеер, данное устройство, то ссылка будет в описании. Если есть вопросы, то, пожалуйста, пишите их в комментариях, ставьте ваши лайки, дизлайки, и на этом загругляемся. Спасибо вам большое за просмотр, и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok